Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 14 главу послания апостола Павла к римлянам. В этой главе апостол Павел продолжает наставлять своих учеников тому, как нужно вести христианский образ жизни, тому, как вера должна выражаться в конкретном поведении, в конкретных поступках. И вера — это не что-то абстрактное, вера — это всегда то, что находит свое воплощение в конкретной повседневной жизни человека. Но именно вера очень часто вызывает некий кризис между людьми, потому что каждый понимает ее немного по-своему и начинает указывать своему брату, как и он должен понимать. Это происходит не только в религиозной, но тоже и в светской жизни. Из-за идей люди спорят друг с другом. Идеи всегда определяют и образ жизни человека. И в этой главе самым главным вопросом встает вопрос о посте, потому что именно пост и в современном мире очень часто является подразделом, когда люди обращают внимание именно на это проявление благочестия, как человек поститься или не поститься. Апостол Павел начинает эту главу такими словами. «Слабого же верой принимайте, не споря с ним о мнениях. Одному вера позволяет есть все, а другой, слабый, ест овощи. Кто ест, не презирай того, кто не ест. И кто не ест, не суди того, кто ест, ибо его принял Бог. Кто ты таков, чтобы судить чужого слугу? Лишь его Господина касается, стоит он или падает. Он будет поставлен, ибо Господь в силах поднять его». Апостол Павел обращается здесь, как мы можем догадаться, к людям, которые считают себя более просвещенными, и поэтому они понимают, что христианин свободен, в том числе свободен от некоторых внешних предписаний, и поэтому возникают некоторые злоупотребления. Понятно, что сильные, по словам апостола Павла, это те, кто считает, что можно пренебрегать некоторыми ограничениями относительно еды. И есть другие люди, которые, наоборот, настаивают на буквальном исполнении этого. Они здесь называются слабыми просто в угоду адресату апостола Павла. И те, кто силен, те, кто считает себя более просвещенным и, может быть, сильнее в вере, они начинают с презрением смотреть на окружающих. А те, на кого смотрят с презрением, в ответ начинают судить. Если мы посмотрим на самих себя или вокруг нас, то мы очень легко можем увидеть ситуации, где люди вокруг нас и мы сами поступаем точно так же. И поэтому апостол Павел говорит о самом главном. Не нужно входить в это пространство, где кто-то кого-то осуждает или где кто-то кому-то относится с пренебрежением, с презрением. Почему? Потому что нужно ходить в присутствии Бога. Все распри возникает в тот момент, когда ослабевает вера в самое главное, когда мы забываем о том, что посреди нас воскресший Христос, и поэтому об этом никогда не нужно забывать. Потому что наш брат, он наш брат, но одновременно судьей ему будет не мы, но будет Господь, он принадлежит ему. И Господь всегда сумеет восстановить, исправить, спасти и воскресить того, кто падает. Поэтому если ты ему не можешь помочь, если ты не в твоих силах, то и тем более не нужно ни судить, ни презирать. Один выделяет некоторые дни, а другой обо всех днях судит одинаково. Пусть каждый руководствует-то собственным умом. Кто соблюдает тот или иной день, соблюдает для Господа. И кто ест, ест для Господа. Ибо благодарит Бога. И кто не ест, не ест для Господа. И тоже благодарит Бога. Ведь никто из нас не живет для самого себя, и никто не умирает для самого себя. Но живем ли? Живем для Господа. Умираем ли? Умираем для Господа. Итак, живем или умираем? Принадлежим Господу. Ибо Христос для того и умер, и ожил, чтобы господствовать и над мертвыми, и над живыми. Здесь язык апостола Павла возвращает нас к другим эпизодам, в частности, то и апостольское чтение, которое мы слышим в момент Таинства Крещения, «Быть мертвым для греха и живым для Бога». Он постоянно здесь употребляет слово «Господь», и в его языке «Господь» означает «воскресший Христос», «воскресение Христа». И поэтому все, что мы совершаем, нужно исполнять в присутствии Бога и ради Него. Апостол Павел нас возвращает к простой истине. В чем состоит наша жизнь и наша смерть? Мы не принадлежим себе до конца в своих поступках, а тем более в моменте, когда нам надлежит умереть. Поэтому единственный смысл, ради чего стоит жить, это не ради плоти, не ради самого себя, но всегда ради кого-то другого, а желательно ради другого с большой буквы. Счастливы те люди и свободны от сомнений относительно смысла жизни, те люди, которые живут ради других, которые любят других, и в конце концов те, которые живут и умирают ради Бога, ради воскресшего Христа. Поэтому все сразу принимает совершенно другую перспективу. Тогда вопрос о том, можно ли есть мясо или нельзя. Нужно ли соблюдать те или иные праздничные дни. Все это обретает совершенно другое звучание. Понятно, что здесь мы видим конфликт, который возникает в Риме между христианами, которые были из вчерашних язычников, и поэтому они по привычке могут вкушать и доложертвованное мясо, как и другие язычники. И есть другие христиане, которые из вчерашних иудеев, которые воспитаны таким жестким образом, что если в городе нет мяса, приготовленное специальным образом, чтобы это было кошерное мясо, то они предпочитают вообще не есть никакого мяса, питаться только овощами. Понятно, что мы слышим здесь отголоски тех самых споров. И главное, к чему призывает апостол Павел, это к тому, чтобы братья были едины между собой. И единство, возможно, не там, где есть идеологическое единомыслие или образ жизни одинаковый, а там, где есть живое воспоминание о воскрешенном Христе. «А ты, что же ты судишь брата своего? Или ты, что ты презираешь брата своего? Ведь все мы в суде предстанем перед Богом, ибо написано «Жив я», — говорит Господь, преклонится предо мной всякое колено и всякий язык восхвалит Господа. Итак, каждый из нас даст отчет Богу за самого себя». Та цитата, которую приводит апостол Павел из псалмов о «живом Боге», «жив Господь», это как формула клятвы, она в евангельском катексте обретает новое звучание, потому что «жив Господь» — это означает «Христос воскрес», «жив» — это означает «воскресший». И здесь мы слышим голос Христа, как в последних словах Евангелия от Матфея, когда Христос ученикам говорит о том, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. Воскресшему Христу принадлежит всякая власть, потому что князь века сего, князь греха, смерти, тления, побежден. И поэтому христиане приглашаются войти в эту новую реальность, реальность царства, и нести ее окружающему миру, так, чтобы все народы уверовали и приняли эту весть. И поэтому вместо того, чтобы входить в суд презрения, то есть оказываться в совершенно другом, параллельном каком-то пространстве, гораздо важнее вернуться сюда, к воскресшему Христу, там, где Он царствует, и там, где Он приглашает нас царствовать вместе с Ним. Поэтому эти слова «не судите», «не презирайте» в действительности не нужно воспринимать как какой-то внешний запрет, потому что если это воспринимать как внешний запрет, как некую мораль, это становится скучным, это становится очень унизительным иногда, как слова упрека. Но весть Христа совершенно звучит иначе. Наоборот, эти слова обладают колоссальной освобождающей силой. Когда воскресший Христос говорит «не судите», то на самом деле это помогает тебе и дает силу просто оставить в покое тех, кого ты презираешь или судишь, потому что в этот момент в тебе открывается другая реальность, и твое сердце оказывается на новых просторах, поэтому легко перестать судить. «Так не будем же больше судить друг друга, но судите лучше себя, чтобы не быть виною падения брата или преткновения его. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего, что было бы само по себе нечисто, и только для того нечисто оно, кто считает его нечистым». Здесь апостол Павел играет с этим словом «суд», потому что суд — это еще и просто суждение, мы начинаем оценивать. И в действительности свобода во Христе предполагает, что всякая пища чиста, но в каком-то особом значении. Как в Евангелии говорится, никто не осквернится от той пищи, которую он вкушает, потому что пища проходит транзитом, но человек осквернится от того, что исходит из его сердца. Именно в этой перспективе нет проблемы в том, что человек ест или какие праздники он соблюдает или не соблюдает. Проблемы всегда в той нечистоте, которые исходят из сердца, из наших помыслов, когда мы судим, когда мы осуждаем. По сравнению с этой нечистотой любая пища, даже идоложертвенная пища, не выглядит нечистой. Настолько страшна другая нечистота. «Если же твоя пища тяготит брата твоего, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи того свою пищу, за кого умер Христос. Не давайте повода хулить то, что есть благо для вас». Здесь апостол Павел тоже имеет в виду конкретную ситуацию. Иудео-христиане, когда видели, с какой легкостью вчерашние язычники, христиане, возвращаются к каким-то своим обычаям, ощущают каким-то непонятным образом новую свободу, как будто это свобода для беззакония, то такое поведение для этих сильных христиан становится соблазном. Настолько, что они готовы вообще расстаться с христианством и вернуться в иудаизм. Именно это имеется в виду, что иудео-христиане начинают хулить не только язычников вчерашних своих собратьев, но и само христианство не принимают самого Христа. «Ведь Царство Божие не пища или питье, но правда и мир и радость в Духе Святом». Здесь апостол Павел указывает новые ориентиры. Дело в том, что по-человечески мы всегда становимся заложниками какой-то партийной игры. Всегда в семье или в сообществе или в христианской общине легко люди начинают разделяться на группы в зависимости от своих идей. И очень часто бывают люди более либеральные, более свободные, которые считают необязательными некоторые предписания и условно говоря это такой либеральный фундаментализм. И есть люди, которые более жестких взглядов и они предпочитают буквально все исполнять и начинают осуждать тех братьев, которые более свободно смотрят на все. Это другая форма религиозного фундаментализма, но и те, и другие крайности являются крайностями. И апостол Павел говорит «Не оказывайтесь в западне, в ловушке своих партийных споров, не выбирайте ту или иную крайность, не впадайте не в ту и в другую крайность, но помните, что есть всегда царственный путь. И этот царственный путь это правда, мир и радость в Духе Святом. Что все остальное является второстепенным, все остальное лишь предлог для расприй, конфликтов. Тот, кто помнит о главном, он сумеет всегда избежать ненужных споров. Главное всегда помнить, что главное это правда, мир, радость в Духе Святом, то есть то, что является дарами и плодами Святого Духа. И кто таким образом служит Христу, тот угоден Богу и приятен людям. Итак, будем стремиться к тому, что несет мир и взаимное созидание. Главный критерий, по которому можно понять, человек прав или не прав, вокруг него воцаряется мир, правда, община созидается, как некое единство, как дружная семья или наоборот, ради каких-то самых благих побуждений вдруг сеется распри, раздор. Поэтому единственный критерий тот, кто угоден Богу, тот и сеет мир. А если ты приятен Богу, то ты будешь и приятен людям. Не разрушай дело Божие из-за пищи. Чисто это все, но ведь плохо тому человеку, кто ест с сомнением. Хорошо не есть мясо и не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой спотыкается. Есть у тебя вера, держи ее в себе. Ее видит Бог. Блажен, кто не осуждает себя за то, в чем он убежден. А тот, кто ест с сомнением, осужден, потому что не от веры сомнение его, а все, что не от веры, грех. Здесь апостол Павел касается очень тонкого вопроса, потому что он касается внутренних сомнений. В действительности люди, которые внешне иногда кажутся очень настойчивыми и убежденными, внутри раздираемы сомнениями, потому что их внутренний голос их обличает. И поэтому апостол Павел предупреждает нас, что нужно быть очень чутким голосу своего сердца. Если твоя совесть тебя обличает, если вдруг возникает внутренний конфликт, осторожно, это знак, что где-то рядом притаился грех. И поэтому лучше есть пищу, есть мясо, но при этом не вступая в внутренний конфликт, чем наоборот исполнять очень строго предписание, но при этом чувствовать, что то-то здесь происходит нечистое и бесплодное. И заканчивается эта глава словословием Богу, которое в некоторых рукописях помещено в другом месте, но сам по себе это прекрасный гимн, может быть, литургического происхождения, его пели в общинах за богослужением. Тому, кто может утвердить вас согласно возвещенной мною благой вести об Иисусе Христе, согласно откровению тайны, с вечных времен сокрытой в молчании, ныне же явленной через Писание пророков по повелению вечного Бога всем народам для послушания вере, единому, премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава во веки. Аминь. На портале Экзегиатру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.